Девушки отдыхают Курочка подошла к свинье Ку-ку-ку, не хочешь ли ты помочь мне найти еду? Нет, я не могу, сегодня слишком жарко Курочка отправилась к псу Не хотел бы ты помочь мне поискать еду? Нет, я не могу, слишком жарко, я не могу идти Наконец курочка подошла к утке Не хотела бы ты отправиться со мной на поиски еды? Нет, не могу, слишком жарко Никто не захотел отправиться с курочкой Что ж, она решила пойти на поиски пропитания самостоятельно Шла курочка по дороге и нашла на земле несколько пшеничных зернышек Радостная, она вернулась на ферму и решила посадить пшеничные зернышки Курочка подумала, что друзья могли бы помочь ей Коровушка, посмотри, я нашла пшеничные зернышки Хочешь посадить их вместе со мной? Нет, не слишком жарко Курочка подошла к свинье Свинка, хочешь посадить их вместе со мной? Нет, я не могу, сегодня слишком жарко Курочка подошла к собаке Не хочешь ли ты помочь мне посадить пшеничные зернышки? Оф, нет, сегодня слишком жарко Наконец, курочка подошла к уточке Уточка, не хочешь ли ты помочь мне посадить пшеничные зернышки? Нет, не хочу выходить из воды Что ж, я посажу их сама Увидев, что никто не хочет ей помочь Курочка стала сама сажать пшеничные зернышки Прошли недели Начались дожди Семена проросли, но их нужно было прополоть Ко-ко-ко, кто хочет помочь мне прополоть грядку? Сегодня слишком слякотно, я не могу помочь Я тоже не могу, не хочу двигаться с места Я испачкаюсь, не могу ничем помочь Мне сегодня не здоровиться Тогда придется сделать все самой Маленькая красная курочка стала пропалывать грядку одна Через некоторое время пшеница выросла Настала пора собирать урожай Курочка обратилась к своим друзьям за помощью Предложив собрать урожай всем вместе Дорогая корова, пшеница выросла Не хочешь ли ты помочь мне собрать урожай? Нет, я не могу Эй, свинка, не хочешь ли ты помочь мне собрать урожай пшеницы? Не хочу двигаться с места Дружище пес, пшеница выросла Не хочешь ли ты помочь мне собрать урожай? Кто? Я? Конечно же нет Уточка, уточка, не поможешь ли ты мне собрать урожай? Конечно же нет Ко-ко, я соберу его сама Маленькая красная курочка трудилась до самой ночи Она собрала урожай пшеницы, колосок за колоском Наконец наступила пора превратить зерна в муку Снова она пошла просить помощи у своих друзей Ко-ко-ко, друзья, нам нужно размолоть зерна в муку Не хотите ли вы помочь мне? Мне пора давать молоко Мне нельзя покидать свое место Нет, я не могу, не хочу Я совсем ничем не могу помочь Не могу помочь, мне нужно окунуться в реке, чтобы охладиться Маленькая курочка сама измельчила пшеницу и превратила ее в муку Теперь настала пора испечь вкусный хлеб Курочка обратилась к своим друзьям за помощью Ко-ко-ко, милая корова, я собираюсь испечь хлеб, не хочешь ли ты помочь мне? Я не могу, мне сейчас не до работы А ты, свинка? Не сегодня, я слишком устала, чтобы помочь Нет, я не могу Нет, я не могу, к тому же я не умею печь хлеб На этот раз курочка по-настоящему разозлилась Она отправилась на кухню и сама замесила тесто из муки, которую смолола Сама положила его в форму, отправила в печь и стала ждать, пока оно испечется Когда аромат свежеиспеченного хлеба распространился по округе, курочка вынула его из печи Она вышла в сад, уселась за стол и позвала своих друзей Ко-ко-ко, друзья, хлеб готов, кто хочет отведать его вместе со мной? Увидев свежий хлеб, настали у курочки Все обитатели фермы столпились вокруг нее Ммм, я хочу кусочек О, я тоже, я как раз очень проголодалась Эй, курочка, я тоже Давайте поедим Нет, я не могу, я все сделала сама И только я заслуживаю того, чтобы съесть этот хлеб Я съем его одна С большим аппетитом курочка стала есть хлеб Но она не могла смириться с тем, что ее друзья были голодны Если вы пообещаете впредь помогать мне, я поделюсь с вами хлебом И все животные фермы устыдились и пожалели о своем поведении Они понимали, что курочка была права Мы обещаем тебе курочку Курочка знала, что ее друзья получили хороший урок Поэтому она поделилась с ними своим хлебом Они поели с невероятным аппетитом и стали сыты и довольны Гадкий утенок На небольшой ферме жила утиная семья Мама утка высиживала яйца, ожидая, что скоро у нее вылупятся маленькие утята Яиц было ровно семь Одним солнечным утром яйца начали трескаться И вскоре из них вылупилось шестеро веселых утят Утята стали изучать мир вокруг себя Радостно крякая, они всюду ходили за мамой уткой Однако самое большое яйцо не торопилось трескаться И мама утка начала волноваться Она стала думать, что с ним может быть что-то не так Она решила подождать еще немного И в конце концов седьмое, самое большое яйцо треснуло Вылупившись, маленький утенок стал растерянно оглядываться вокруг Но в еще большей растерянности была его мама и шестеро братьев Потому что этот утенок выглядел совсем не так, как его собратья Он был намного крупнее И перья его были серо-белые Остальные утята начали смеяться над ними Какой же ты некрасивый! Совсем не похож на нас! Как же так вышло, что ты совсем не похож на братьев? Гадки! 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 Но гадкий утенок был намного больше остальных И цвет его перьев тоже был другой Ты вырос так быстро! Ты совсем не похож на братьев! Время шло И гадкий утенок продолжал расти Превращаясь в грустного изгнанника Никто из братьев не хотел с ним играть Мы не будем играть с тобой Потому что ты гадкий! Другие животные на ферме тоже смеялись над ним Гадкий! Гадкий утенок! Как к реку! Гадкий! Гадкий утенок! Гадкий! Гадкий! Гадкий утенок! Мама утка делала все возможное, чтобы защитить утенка Мой бедный утенок, но почему ты так отличаешься от всех остальных? Дни шли, и бедный гадкий утенок чувствовал себя все ужаснее Ночами напролет он тихо плакал И думал, что не нужен никому на свете Но почему же я такой гадкий? Почему я не родился таким же, как мои братья? Однажды охотники оказались у озера неподалеку от фермы Они стали стрелять уток Мама утка, которая как раз отправилась за пропитанием для своих утят Была застрелена охотниками Бедный гадкий утенок, не зная, что случилось, ждал маму до самого утра Бедный гадкий утенок не знал, что делать Тогда он подошел к собаке Уходи, уходи Никто не должен видеть, что я разговариваю с такой уродливой уткой, как ты, Реф Утенок подошел к курице, но курица тоже посмеялась над ним Даже я выгляжу лучше, чем ты Кот куда, кот куда Гадкий утенок очень расстроился Никому я здесь не нужен Если моя мама не вернется, нет никакого смысла мне оставаться на этой ферме Этим же утром гадкий утенок покинул ферму Он переплыл на другую сторону озера И задавал один и тот же вопрос всем животным, которых встречал на пути Не знаете ли вы утку, похожую на меня? Не видели ли вы утку, которая выглядела бы, как я? И от всех он получал один и тот же ответ Никто никогда не видел раньше такой гадкой утки Бедный утенок шел дальше и добрался до другого озера Ты не должен оставаться здесь, вокруг бродят охотники Скорее уходи отсюда, уходи, уходи скорее Гадкий утенок пошел дальше Вскоре он добрел до еще одного озера Здесь он не встретил никого И оказался совсем один Что ж, если я никому не нужен Я останусь здесь навсегда и буду прятаться Прошли месяцы Несмотря на то, что утенок был совсем один Он был счастлив Однажды он увидел стаю белых, длинношеих птиц, летящих на юг Он смотрел на них с восхищением Как они прекрасны! Как я хотел бы быть похожим на них! Пришла зима и пошел снег Гадкий утенок впервые видел снег И был восхищен этим зрелищем Он веселился снова и снова, ныряя в снег Но из-за того, что зима была очень снежной Гадкому утенку было сложно найти еду Ему приходилось бродить по окрестностям в поисках пропитания Он замерз и устал Так он добрел до домика фермера Фермеру стало жалко утенка И он одел его Бедняжка, как ты замерз! Я заберу тебя к себе в дом и присмотрю за тобой, пока ты не подрастешь Сказано, сделано! Он хорошо заботился об утенке Но когда пришла весна, гадкий утенок очень вырос Ему стало нужно много места, чтобы двигаться И фермер решил выпустить его на озеро Оказавшись посреди озера Гадкий утенок посмотрел на свое отражение в воде И он не поверил своим глазам Он не мог узнать себя И сначала подумал, что позади него стоит кто-то еще Тогда он взмахнул крыльями И понял, что отражение в воде проделывает то же самое Он вытянул шею И отражение тоже вытянуло шею Только тогда он понял, что эта чудесная птица в отражении Он сам Как сильно я изменился! Ведь я выгляжу так же, как эти птицы в небесах! Я должен вернуться домой! Он отправился в путь Переплывая озеро, он встретился со стаей лебедей Теперь он был одним из них И они взяли его с собой Гадкий утенок был абсолютно счастлив Мальчик на берегу озера Крикнул своим друзьям, увидев лебедей Эй, посмотрите на вон того молодого лебедя в конце стаи Это самый прекрасный лебедь, которого я когда-либо видел Да, с самого начала гадкий утенок был лебедем Его яйцо, по несчастью, попало в утиное гнездо Но теперь он был со своей настоящей семьей И впереди его ждала Удивительная жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok